Я приветствую всех, рад видеть. Надеюсь, вы тоже рады видеть друг друга и меня. Мне хочется в это верить, особенно вот после проповеди брата Ярослава о том, что если мы ненавидим брата своего, то мы не можем любить Бога. В какой-то мере моя проповедь будет продолжением его проповеди, но только в какой-то мере. Сегодня я хотел бы говорить о успехе. Наверное, каждому из нас хотелось быть успешным, и моя проповедь называется «Три требования для успеха», которые мы можем найти в Библии. Три требования для успеха. Вы можете поднять руку, если вы хотели бы быть успешным? Кто хотел бы быть успешным? Поднимите. Ну, приблизительно половина, может, чуть меньше половины я вижу, хотели бы быть успешными. Спасибо за ваш ответ. Я так понимаю, другая половина уже успешная, потому что не подняли руки. Наверное, уже все нормально, все хорошо. Но каждому человеку свойственно стремиться к успеху. И проблема в том, когда мы неправильно понимаем этот успех. Но на самом деле, если мы будем размышлять о том, что Бог хочет для нас, Он хочет, чтобы мы были успешны, и мы сегодня поговорим о трех требованиях, которые Он выдвигает для того, чтобы мы были успешны. Давайте откроем книгу Второзакония, шестую главу, и прочитаем один отрывок с первого стиха по девятый. Второзакония, шестая глава, с первого по девятый стихи. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы владеть ей. Чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. И все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог твой, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою. И да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Друзья, вот такой отрывок мы прочитали, он записан в книге «Второзаконие», и «Второзаконие» такое слово интересное, да? «Второе законие», что ли. На самом деле, действительно, эта книга очень важна, потому что ее Моисей писал уже после того, когда практически перед самым моментом входа в землю обетованную. Как вы знаете, Израиль 40 лет находился в пустыне, поменялось поколение, выросла молодежь, которые не видели Синая, не видели казни египетских, не видели всех чудес на пути выхода из Египта. И для них нужно было повторить закон. И вот во «Второзаконии» Бог через Моисея собирает самые важные части того закона, который мы можем найти в Исходе, в книге «Левит», в книге «Числа». И вот Господь это повторяет здесь и говорит, вот это вот самое важное для молодого поколения. И когда мы на это смотрим, друзья, мы должны понимать, что это важный отрывок. Мы попробуем сегодня этот отрывок разобрать и понять, почему он важен для нашего успеха. И мы попробуем из этого отрывка найти три требования, три правила или вот такую так называемую формулу успеха, потому что все хотят быть успешными, как мне кажется. И есть даже целые вероучения, которые проповедуют Евангелие процветания, так называемое, когда говорят, что ты стал христианином и все в твоей жизни теперь будет прекрасно. Друзья, мы так не учим, но тем не менее Бог хочет, чтобы ты был успешным. Мы знаем, что Иисус есть конец закона, но тем не менее было две заповеди, которые Он оставил в силе, которые являются основой всего. И вот эта заповедь, которая здесь в 6 главе повторяется еще раз. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой един есть, да? Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой, всем разумением». Иисус несколько раз в Новом Завете повторяет эту мысль, и Он говорит вторая еще, «возлюби ближнего, как самого себя». Вот на этих двух основан весь закон и пророки, на этом зиждется все понимание Бога и вся любовь к Богу. И поэтому для нас важно, что вот эта часть, применимая и к нам, друзья, мы не должны говорить, что «о, это Ветхий Завет, теперь мы не должны это слушать». Нет, мы это слушаем, и Бог хочет, чтобы как тогда, так и сегодня мы поклонялись единственному настоящему Богу. Друзья, вы помните, что в то время, если мы забыли это, давайте попробуем вспомнить, в то время, когда писалось второзаконие, когда народ израильский жил в то время, в том контексте, все остальные народы на земле поклонялись своим Богам, причем не одному Богу у каждого народа, а их было множество. Даже сегодня в индуизме они верят, что существует 33333333 Бога. Они не знают имен всех этих Богов, но они верят, что столько Богов существует. И вот у каждого народа было много Богов, которым они поклонялись. Зачем далеко ходить? Давайте возьмем наш славянский народ, да, вот, все вот эти вот Боги, которые были до прихода христианства на Руси. Был там Бог солнца, Бог дождя, Бог плодородия, и в других народах это же самое было. И в зависимости от ситуации, каждому вот люди молились и поклонялись и приносили жертвы. И Бог говорит, я заповедь номер один, я единственный верный Бог, кроме меня нет других Богов. Ни один Бог из тех, которые существуют в тех народах, не является Богом. Я есть Бог, поэтому поклоняйтесь только мне, я живой Бог. И он это говорит как самую главную заповедь. И впоследствии эта заповедь стала уставом веры для всех евреев. Они взяли ее, и сегодня есть такое понятие, которое называется «шма-Израиль», как говорят евреи, «слуша-Израиль» в переводе означает. Вот именно эти слова, «слуша-Израиль, Господь, Бог твой един есть», эти слова стали началом ежедневной молитвы у правоверных иудеев до сего дня. Они начинают свои молитвы с этих слов, чтобы напомнить самому себе, что есть единственный Бог, которому нужно поклоняться. Друзья, мы должны понимать, что если мы хотим построить свой успех, используя свой собственный рецепт или свои собственные принципы, друзья, скорее всего, мы нарушили уже Божье правило номер один для успеха. Потому что правило номер один для успеха – это то, что «люби Бога, возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем, возлюби единственного Бога, возлюби единственно правильного Бога». Возможно, что мы поклоняемся Богу и поклоняемся еще каким-то идолам. Друзья, я не знаю, задумывались вы об этом или нет, но в нашей жизни могут вкрасться какие-то вещи, которым мы начинаем поклоняться, и мы думаем, что с нами все нормально. Но когда мы посмотрим, что Бог говорит в своей первой заповеди, Он говорит «помни, что я единственный Бог». Когда люди строят или созидают свое богатство, бывает так и очень часто, что люди жертвуют своей семьей или своим здоровьем, или взаимоотношениями с другими людьми, потому что богатство стало основой их мировоззрения или целью номер один. Если такое происходит у христианина в жизни, то это трагедия. Человек нарушил вот это условие номер один или требование Божье для его же успеха. Это очень ясный знак, что что-то в жизни человека не так, потому что Бог говорит «возлюби только Бога», «возлюби единственного Бога». Это означает, что Бог должен быть самым лучшим, самым большим приоритетом в нашей жизни. ни богатство, друзья, ни машина, ни работа, ни здоровье, ни дом, например, ни какие-то планы счастливой пенсии, когда мы выйдем на пенсию и будем путешествовать по всему миру или еще что-то. Друзья, это все хорошо, когда оно на своем месте, когда оно не на первом месте в вашем списке приоритетов. Я не говорю, что нельзя иметь хороший дом или хорошую машину. Я хочу сказать, что, друзья, плохо, когда это становится идолом, когда Бог отходит на второй план. И почему я говорю о богатстве сегодня? Потому что мы в Америке. Потому что для многих людей Америка ассоциируется с богатством. И вообще есть такое понятие «американская мечта». Вы знаете, да, что человек благодаря своему тяжелому труду может выбиться в людей и построить свою жизнь очень успешно. И многие иммигранты, когда они сюда приехали, они в это поверили, в это бросились, работают на трех работах одновременно. И, естественно, вот это становится приоритетом. И на другой план отходит Бог, отходит семья, отходят дети, воспитание детей и так далее. И взаимоотношения проходят 10 лет, и человека уже не узнать. Он меняется постепенно, но через 10 лет сравнить, вот в двух моментах его жизни, человек уже совершенно другой. И это большая опасность, друзья. Потому что Бог говорит, что наша любовь и наша абсолютная лояльность должна быть только по отношению к Богу, только по отношению к Нему, а не к другим приоритетам или правилам. Давайте проверим наши сердца, друзья. Есть ли в нашем сердце, кроме любви к Богу, какая-то любовь к местным башкам, к местным идолам, к тому, что занимает место Бога в нашем сердце. Возможно, наше христианство превратилось просто в номинальное христианство. Может быть, мы христиане в воскресенье, а мы разворачиваемся, выходим с церкви, и наше христианство улетучивается. Мы живем по мирским принципам, мы поступаем так, как абсолютное большинство людей, живущих в этом мире, и ничего не меняется. Но мы продолжаем называться христианами. Друзья, первое требование Божье для нашего успеха – возлюби Господа Бога твоего. Я бы так сказал, возлюби единственного Бога и возлюби Его всем сердцем. Вот это Божье правило номер один. Если вы делаете заметки, я очень рекомендую вам записать это. И это правило номер один в нашей жизни должно быть – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. И мы видим это на основании этого отрывка. Правило номер два. Друзья, правило номер два, которое мы можем извлечь из шестого стиха, звучит так – «Живи Богом». Давайте я шестой стих еще раз прочитаю. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Господь говорит, посмотри на себя. «Да будут слова, которые я тебе заповедую, пусть они будут в твоем сердце». Я это воспринимаю как продолжение предыдущего стиха, как продолжение предыдущего высказывания. И я бы интерпретировал эти слова как «Позволь Божьему Слову обладать твоим сердцем». Не просто «Пусть они будут на твоем сердце». Это имеется в виду «Позволь Божьему Закону или Божьему Слову обладать твоим сердцем, владеть твоим сердцем». Или же «Живи свою жизнь для Бога». «Живи жизнью Бога». «Живи вот этой жизнью, которая прославляет Бога». Давайте об этом подумаем. Если ты любишь Бога больше, чем что-либо другое, и Его Слово находится на твоем сердце, ты Его положил в свое сердце, знаете ли, что произойдет, друзья? Мы будем жить Богом, мы будем вести других людей своим примером. Более того, наша жизнь станет примером Божьего плана в действии. Да, друзья, наша жизнь станет примером Божьего плана в действии, потому что мы будем воплощать Божий успех. Мы будем воплощать тот план, который Бог для нас предназначил, потому что об этом записано в Слове Божьем. Он говорит, положи эти слова на свое сердце, скрой их в свое сердце. Друзья, самый большой пример христиан в моей жизни – это мои родители. Бог меня благословил тем, что я родился в христианской семье. И я знаю, что у каждого свой путь к Богу. Я знаю, что есть люди, которые пришли из невероятно сложных обстоятельств, они пришли к Богу. Есть люди, которые, вот как я, родились в христианской семье. И я думаю, что это преимущество, потому что Бог дал нам определенную возможность узнать Его, не испытав определенные тяжести жизни, как другие люди приходят к Богу после того, как они пережили. Возможно, мои родители не самые лучшие родители в мире. Я уверен, что они какие-то ошибки в воспитании своих детей допускали. Нас четверо детей. Я уверен, что они не самые идеальные христиане. Но то, что я видел в жизни, я могу засвидетельствовать о том, что их слова не расходились с делом. Они жили жизнью, которая здесь написана. Они живут жизнью, слава Богу, они еще живы. И они живут этой жизнью. И я этому рад, что они смогли показать мне этот пример на своем образце. Я помню, когда я был маленьким, может быть, мне 4-5 лет, я помню, это одни из первых таких запоминаний, first memories, да, вот в моей памяти. Это то, что я помню, я всегда просыпался очень рано. Я такой жаворонок. Особенно в детстве был. Сейчас, когда поздно ложусь, не получается рано вставать. Но вот в детстве я просыпался в 6 утра, в 7 утра. И первым делом, что я делал, как маленький мальчик, я бежал искать маму. Где мама? И я помню, передо мной до сих пор эта картина, что я забегаю в комнату, где мама спала, где мои родители. И вот мама сидит на кровати с Библией в руках и читает ее. Это вот, это многократно было. Это я помню до сих пор. И она вставала еще раньше. И у нее первым делом, что она делала всегда утром, она читала Библию. И вот, вы знаете, когда я стал подрастать, мне не надо было убеждать, что надо читать Библию. Мне не надо было заставлять читать Библию. Мне не надо было объяснять, почему я должен быть христианином. Но я видел пример перед своими глазами. Я видел живой пример моих родителей. И да, я был не идеальным ребенком, и были трудности, и было бунтарство в определенный период взросления. Я помню, когда отец просто посадил меня и говорит, слушай, Женя, вот пока, это мне лет 15 уже было, говорит, пока ты живешь с нами, ты будешь делать то, что я тебе говорю. Когда ты вырастешь, когда ты уйдешь жить отдельно, будешь делать, что ты хочешь. Но пока ты живешь с нами, ты будешь делать то, что мы тебе говорим. Мы идем все в церковь, ты идешь в церковь. Мы тебе говорим, так делать ты делаешь. Мы тебе говорим, во столько быть дома, ты будешь дома во столько. Понятно? Понятно. Вот у меня в какой-то момент нужен был такой разговор. Когда мне было 12 лет, я помню, на день рождения мне отец подарил Библию. Тогда, 92-й год, только начала появляться христианская литература, Библии еще были в определенном дефиците, но уже появлялись. И вот у меня такая новенькая, пахнущая, с беленьким переплетом Библия, небольшого такого размера, и мне отец ее подарил и говорит, сынок, ты уже достаточно большой, чтобы читать взрослую Библию. Хватит читать детскую Библию. Помните, синенькая такая Библия с картинками была. Я ее читал, и многие дети христианские ее читали. И там Библия с комиксами была такая, с рисунками. Вот это я очень любил. Но это детская, знаете, вот оно такое упрощенное, разжиженное молочко. А вот Библию начинаешь читать, уже все по-другому. И я начал с 12 лет читать, вот с Бытие до Откровения. Временами было скучно, много мест непонятных. Но с каждым разом, когда ты прочитываешь Библию, ты больше и больше понимаешь, и больше и больше открывается. Друзья, я не хвалюсь этим, я не говорю, что я там пример какой-то или еще что-то, ни в коем случае. Я хочу сказать, что я являюсь примером Божьей благодати, которая проявилась ко мне через моих родителей. Бог просто дал моим родителям вот эту возможность воспитать своих детей. И вот эти принципы, о которых мы сегодня читали, они применили в своей жизни, и оно отразилось на детях. Живи Богом. И я видел, и я вижу, что мои родители живут Богом. Друзья, вот это пример или это требование, это правило номер два в Божьей формуле успеха. Живи Богом. Правило номер один. Люби Бога всем сердцем, всей душой. Люби единственного Бога, что очень важно повторить. Не ставьте Бога в один ряд с другими башками в вашей жизни. Уберите их. Бог номер один. Бог единственный Бог. Живите им. Это правило номер два. И правило номер три. Передай веру своим детям и внукам. Это правило успеха в христианской семье. Это правило успеха и одного человека, и целой семьи. Передай веру своим детям и внукам. Почему мы так говорим? Потому что это записано в седьмом, с седьмого по девятого, по девятые стихи. Давайте еще раз их освежим в памяти. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем. И иди дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою. И да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Такой вот стих, да? И мне он очень нравится, потому что для меня это очень больная тема, очень чувствительная тема. Я тоже отец, у меня трое детей разного возраста. Я вижу, как они вырастают на глазах. Я вижу, как они растут, меняются. И я очень переживаю, кем они вырастут. Я очень переживаю, кем они станут. Друзья, для меня будет самой большой трагедией в моей жизни, если мои дети уйдут от Бога или не станут верующими, когда придет время для них выбирать свою дорогу. Это самая большая трагедия, которая может быть в моей жизни. И я молюсь об этом Богу, я об этом переживаю, я об этом размышляю, я думаю. И я не эксперт в воспитании, я не какой-то специалист. Я просто говорю то, что написано в Слове Божьем. Я читаю, беру для себя. И тут написано, что мы, как родители, и как дедушки и бабушки, должны делать. Написано, внуши им, да? Внушай это детям твоим. И говори о них, и сиди. И интересно, что вот это слово, которое переведено как «внушать» в древнееврейском языке, оно имеет три значения. Первое значение – острить или заострять. Второе значение – повторять или постоянно напоминать. И третье значение – быть пронзенным. Вот это слово означает еще быть пронзенным. То есть он как бы говорит, Моисей как бы говорит, что пусть твои дети будут пронзенны Словом Божьим, пусть они будут пронзенны Законом Божьим, то есть чтобы оно проникло в них. Не просто порекомендуем, чтобы они читали Слово Божие. Не просто когда-нибудь там упомяни, чтобы они сказали, чтобы они читали Библию. А делай все, внуши им. И дальше он объясняет, каким образом ты можешь внушить. Вот основа этого глагола, внуши на древнееврейском, оно означает принудительное действие, заставлять делать что-то снова и снова, или повторяющееся действие делать снова и снова. Вы знаете, какой пример внушения я могу вам привести из современной жизни? Знаете, что такое pledge of allegiance? Да? Знаете? Я думаю, те, кто помоложе, и вообще все, наверное, знают. В Америке есть такое понятие pledge of allegiance, когда все официальные мероприятия начинаются с произнесения определенного вот этого вот предложения, что мы обязуемся любить и уважать американский флаг и под Богом, как одна нация. Я не буду полностью все это говорить, вы знаете, наверное. И вот деткам с киндергардена вот этот pledge of allegiance внушают, что когда они вырастут, чтобы они ценили эту нацию, чтобы они понимали, что там от Нью-Йорка до Сиэтла или до Калифорнии, там, это одна нация, огромная страна, но она одна нация, ты должен ее любить и уважать, флаг своей страны, и любить ее. И американцы на этом выросли, поколения уже выросли на этой pledge of allegiance. Вот оно, пример внушения. Это, кстати, неплохое дело, да? Вот, это положительное внушение. И положительный пример внушения. Друзья, и Бог говорит, ты делай то же самое со своими детьми и со своими внуками. Он говорит, пусть твои дети узнают закон Божий, пусть они будут пронзены словом Божьим. Говори со своими детьми о Божьем законе, когда ты дома. Говори со своими детьми о нем, когда ты на дороге. Говори со своими детьми, когда ты идешь ложиться спать, когда ты ложишься спать. Говори с ними, когда ты встаешь, когда ты просыпаешься. Обвяжи слова Божьи вокруг твоих рук и положи их на твой лоб, навяжи их на твою голову. Пусть эти слова Божьи будут на твоих дверях и на твоих воротах. Вот я своими словами пересказал то, что написано, да? Бог вот это говорит через Моисея своему народу. То есть он другими словами говорит, используй каждую возможность, используй каждую возможность, чтобы передать закон Божий своим детям. Используй каждую возможность, чтобы передать веру своим детям, чтобы вложить ее из своего сердца, вот эти слова, которыми ты живешь, чтобы твои дети начали жить этим. Друзья, богословы верят или считают, что вот это выражение, которое здесь напишено, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой, это фигуративное выражение. Но тем не менее, спустя какое-то время, несколько столетий, евреи начали это делать буквально. Они начали буквально это применять. И даже до сих пор это изобретение называется тфилин, если вы слышали, или еще это называют филактерией. Если можно, покажите сейчас картинку. Это такие вот специальные черные кожаные коробочки, если мы можем посмотреть сейчас на экран, в которые евреи вкладывают маленькие тексты из Библии, в основном вот с этим текстом, который называется «Шма Израиль». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». И они в эту коробочку вкладывают, привязывают ее себе на руку, на лоб. И они таким образом исполняют этот текст Писания. И они используют это во время ежедневной молитвы. Вот это так они сейчас до сих пор исполняют на протяжении веков и уже тысячелетий. Друзья, вот это вот то, что они делают, когда хотят выполнить Слово Божье полностью. Полностью, да? Что эта история говорит нам сегодня, друзья? Должны ли мы точно так брать Слово Божье, вырезать из Библии, вкладывать в коробочки, цеплять на голову или на руки, обвязаться, может быть, какими-то листками из Библии, да? Это имеется в виду или нет? Я не думаю, что в этом смысл Божий был для нас, да? Но Бог говорит, что в этом есть определенные принципы для наших семей, для моей семьи, друзья, для вашей семьи. Это третий принцип успеха. Он говорит, передай веру своим детям и своим внукам. Почему внукам? Потому что во втором стихе, который мы прочитали, мы можем вернуться и еще раз его прочитать. Написано так, «Чтобы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, слушаем внимательно, соблюдал ты, сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей. И написано будет, чтобы продлились дни твои». Еще раз, давайте посмотрим внимание на эти слова. Он говорит, чтобы соблюдал ты, сыны твои, сыны сынов твоих во все дни жизни твоей. Он не говорит, что ты научи только своих детей, а уже твои дети пусть учат своих детей. Он говорит, во время твоей жизни ты учи своих сынов и сынов сынов твоих. Ну и дочерей, естественно, имеется в виду. Но смысл был в том, что если ты сынов научишь, они свою семью будут тоже учить и дочерей, и жен там и так далее. Поэтому как бы все-таки мужчина глава семьи, друзья, очень часто мы, как христиане, думаем, что мы там еще вырастив детей, думаем, все, я уже течение совершил, веру сохранил, и уже я теперь расслабился, буду путешествовать. Господь говорит, нет, не расслабляйся, расслабишься на небесах. У тебя еще есть задание, воспитывай своих внуков. Вот что здесь написано, не только детей своих. Друзья, воспитывайте своих внуков тоже. Это говорит нам здесь Господь в этих словах, в этом месте Писания, и Он говорит, чтобы продлились дни твои. Вот он, результат действия принципов успеха. Здесь Господь дает, возлагает на нас четкую ответственность, чтобы мы учили, как я уже сказал, не только детей своих, но и своих внуков. Более того, наша продолжительность жизни зависит от того, чему мы научили своих детей и своих внуков. Это обетование здесь. Он говорит, знаете, что одно обетование, которое мы любим повторять, что там первая заповедь с обетованием какая, почитай отца и мать, и будешь ты долголетен на земле. А в этом месте Бог переворачивает это обетование и говорит, если ты научишь своих детей, если ты как отец, как родитель научишь своих детей, и они будут правильно поступать. Я тебя благословлю, и ты будешь долголетен. Друзья, насколько важно для нас это применять в своей жизни, насколько важно эти принципы применять, и чтобы мы могли передать нашу веру своим детям и внукам. Давайте подумаем, папы, мамы, дедушки, бабушки, как мы можем эти принципы применить в нашей жизни, как мы можем их передать. В первую очередь, возлюби Бога всем сердцем и всей душой своей, да? Возлюби Бога ты лично, возлюби. Второе, живи Богом. Это рецепт успеха, живи Богом. Не живи какими-то другими мечтами, не живи ради чего-то другого, поклоняйся, и живи Богом, чтобы Он был виден во всей твоей жизни, на работе, дома, в общении с друзьями, с родственниками, везде. Живи Богом, говори о Нем, проповедуй о Нем. Пусть Его принципы будут везде. Говори о Боге со своими детьми, когда ты дома, как здесь написано, да? Когда вы сидите с детьми дома или с внуками, говорите с Ним о Боге, говорите, спрашивайте о том, чему их учат в школе, побеседуйте с ними о теории эволюции, о теории сотворения. Вы знаете, что в школе им промывают мозги, что их просто зомбируют наших детей тем, что им вдалбливают вот это либеральное мировоззрение и, более того, антибиблейское мировоззрение. Преподносится теория эволюции и не говорятся никакие альтернативы, не учатся, не учат детей этому. И если мы ничего не противопоставляем тому, чему они учат наших детей в школе, друзья, мы теряем, мы теряем, мы теряем наших детей. И если вы с этим нормально можете жить, я не могу с этим жить нормально, друзья. Я считаю, что это самая большая угроза для современного христианства. Мы теряем молодое поколение. Друзья, мы не делаем достаточно для того, чтобы передать нашу веру своим детям и внукам. Очень часто можно видеть, как вместо того, чтобы внушать веру в Бога своим детям, родители делают противоположное. Вместо того, чтобы идти в церковь, они берут детей куда-то в это время на прогулку или еще куда-то. Я понимаю, когда раз в год вы едете в отпуск и вынуждены пропускать церковь. Я понимаю, я сам так иногда делаю. Виноват, друзья. Но когда это происходит на постоянной основе, мы пошли погулять. Мы не можем быть сегодня в церкви. Решили на прогулку пойти или куда-то съездить. Друзья, это катастрофа, это трагедия, которая в нашей жизни случается. Мы не передаем. Потом дальше мы читаем. Здесь же написано «Проводи время в изучении Библии и молитве со своими детьми, когда вы идете ложиться спать». То есть перед сном проводи время в чтении Библии, в молитве со своими детьми. Много христианских семей этого даже не делают. Маленькое время, может быть, пять минут, может быть, десять минут. Нет времени для этого. Кто-то работает в ночь, кто-то просто устал, смотрит телевизор, дети занимаются неизвестно чем. А Бог говорит «Внуши». Внуши, используй всякую возможность. Друзья, есть ли у вас семейная молитва перед сном? Если да, это просто формальность или же это действительно молитва, когда вы стараетесь что-то важное передать своим детям в это время. Говори о Боге утром, когда ты отправляешь детей в школу или внуков ваших вы провожаете в школу. Говорите с ними о Боге. Поговорите, что Бог может сделать в этом дне. Помолитесь, чтобы они увидели Бога в своей жизни. Помолитесь об этом с ними. Объясните им, что Бог не где-то далеко. Он может работать в твоей жизни. Он не там в воскресенье в церкви, а Бог сегодня здесь. Он с тобой. Он может тебя защитить или Он что-то тебе может дать. Друзья, может быть, у вас есть возможность с семьей собираться на завтрак. Это вообще прекрасно. Или на обед. Говорите о Боге. Не только о политике или о спорте или еще о чем-то. Надо говорить о Боге. Другими словами, то, что здесь сказал Бог, используй каждую возможность для того, чтобы передать закон Божий из твоего сердца в их сердца. Используй каждую возможность. Не расслабляйся. Не считай, что для них это не надо. Как-то я слышал одного родителя, который говорит, у нас организовали сестра Лена организовала занятия с детьми, с детским хором после второго собрания. И, соответственно, родители, которые приходят на первое собрание с детьми, они должны остаться на второе собрание, а после второго собрания еще остаться во время репетиции, ждать детей после репетиции. Дети же сами не доберутся домой. И вот я слышал одного родителя, который жаловался, что да как же это можно, вот два собрания заставляют сидеть. И так, и так, и так, чтобы теперь, ну как бы, неудобный график. Друзья, я это слушаю, у меня сердце кровью обливается. Друзья, если наши дети всегда будут не допрыгивать до той планки, до которой мы допрыгиваем, всегда. Так было всегда и так будет всегда. Если мы ставим планку нашего духовного общения с Богом, наших духовных ценностей низко, наши дети поставят ее еще ниже. Если родитель считает, что два раза в день быть в церкви это много, то ребенок ваш будет считать, что один раз быть в церкви в неделю это много. Я помню, Паша Марченко был у нас в церкви, проповедовал, и он просто шикарнейший пример привел из своей жизни. Просто шикарнейший. Он говорит, я когда рос, говорит, лежал, еще он был, я так понимаю, молодежью, подростком, неженатый, жил с родителями. Он говорит, лежу я на кровати, читаю Библию. И говорит, заходит в комнату мой отец, все знают отца Марченков, наверное, или большинство знают, да, семьи Марченко. И он говорит, отец посмотрел на меня и говорит, да, мой отец читал Библию стоя, я читаю сидя, а мой сын читает лежа. Понимаете, наши дети всегда будут планку ставить еще ниже нас, всегда. Поэтому для нас задача ее ставить как можно выше, поднимать ее, приближаться к Богу, внушать своим детям. Как-то один друг со мной поделился, вот он должен был ехать в отпуск на машине целый день, в другой штат ехать целый день, долго, больше 12 часов. И перед своей поездкой у него было двое детей, он взял, купил такие телеэкраны небольшие, которые встраиваются в подголовник, и он их установил, потратился на них, потратился на установку, чтобы когда он ехал, дети могли смотреть мультики или еще что-то. И он этим как бы радовался и хвастался как бы в определенной мере. Я так слушал его, меня это так расстроило. Я слушаю его и говорю, друг, ты просто не представляешь, что ты делаешь. У тебя нет времени для общения со своими детьми. Ты работаешь, жена работает, вы просто детей и так не видите. Тут тебе Бог подарил шикарнейшую возможность целый день. Едешь в машине со своими детьми, и ты можешь целый день на них влиять. И ты берешь эту возможность, отдаешь кому-то, какому-то дяде или кому-то еще, чтобы они свои ценности вкладывали в твоих детей. Ты просто будешь в тишине сидеть и рулить, а твои дети будут в это время воспитываться кем-то другим. Просто используй каждую возможность для того, чтобы передать свою веру детям и своим внукам. Я не говорю, а друзья, не подумайте меня неправильно о том, чтобы тыл дычить вот как бы об одном и том же своим детям, что у них рвотный рефлекс начнется на тему о Боге. Я не говорю о том, чтобы мы фанатично говорили только о Боге и ни о чем другом. Я ни в коем случае к этому не призываю. то дети начнут уже там о, папа или о, дедушка, ты опять уже об этом Боге говоришь сколько можно. Я не говорю об этом. Я говорю о том, чтобы мы разумный подход делали, но чтобы мы делали это, чтобы мы старались использовать каждую возможность, чтобы передать свою веру нашим детям и внукам. Друзья, вот мы иногда отдаем сатане своих детей без боя. Абсолютно без боя. Ты хочешь, сатана, влиять на наших детей? Влияй. Я в это время занят работой или просто у меня нет времени, у меня нет объяснения. Друзья, вы не можете поговорить на тему теории эволюции. Образовывайте себя. Образовывайте. В интернете просто тонны материала, христианский материал, который вы можете почитать, потом побеседовать со своими внуками. Не можете сами понять сложности какие-то научные. Подойдите к пастору, поговорите, попросите пастора встретиться. Или еще кого-то. Друзья, не сидите сложа руки. Наши дети уплывают у нас на глазах из наших объятий. И мы иногда это просто не замечаем, потому что это происходит постепенно. Все происходит очень медленно. И оно как бы незаметно. Сейчас, если вы слышали такое выражение инфлюенсеры, да, инфлюенсеры или инфлюенсеры, инфлюенсеры по-английски, оно звучит. Есть определенные люди, которых сейчас так называют. Они там, у них миллионные аудитории на Ютубе, например, или еще где-то. Они рекламируют разные товары, они что-то смешное делают. Очень часто это бессмысленные вещи, но они как бы делают. Подростки смотрят, дети их смотрят, молодежь их смотрит. И эти люди влияют. Их так и называют инфлюенсеры, да, те, кто влияет. Они влияют на людей, они передают им ценности. И, друзья, если мы ничего не делаем, чтобы противопоставить другие ценности тем ценностям, которые они передают, мы потеряем, друзья, мы потеряем, потому что мы не внушаем, кто-то другой внушает свои ценности. В школах им внушают либеральные ценности. Недавно этот закон губернатор подписал об обязательном сексуальном образовании. Теперь они либеральные сексуальные ценности будут внушать нашим детям. Что мы для этого делаем, чтобы нейтрализовать эти знания, чтобы противопоставить что-то этому глупому знанию, этому безбожному знанию. Ну, хорошо, что сейчас собрали уже нужное количество подписей, чтобы вынести этот вопрос на референдум опять. И, слава Богу, что-то мы делаем для этого. Я думаю, что каждый из нас что-то делает. Друзья, ну вот если просто подписать какую-то бумагу, этого недостаточно. Это надо делать. Но этого недостаточно. Надо использовать все возможности стучать во все двери, звонить во все колокола для того, чтобы не потерять, друзья, не потерять то, что нам Господь дал. Я уверен, что как родителю, как дедушке и бабушке, Бог дал вам миссионерскую задачу номер один. Привести к Богу своих детей. И да, мы не можем их покаять. Друзья, я не хочу сказать и не поймите меня так, что вот рецепт, рецепт приведения своих детей к Богу, он очень простой. Ни в коем случае, потому что спасение от Бога, спасение от Духа Святого, Бог дает спасение. Но Бог возложил на нас определенные обязанности и говорят, ты сделай свою работу, а я сделаю свою работу. И тогда будет результат. И очень часто мы или бросаемся в одну крайность, когда мы говорим, это дело Божьей благодати, от меня ничего не зависит, кем мои дети вырастут, такие они и вырастут. Я буду любить своего ребенка, несмотря ни на что. Он такой вот, это же мой ребенок. Есть такая точка зрения, я считаю, что она неправильна. И есть другая точка зрения, когда люди считают, что все от них зависит, полностью все. И если ребенок не спасен, если ребенок в христианской семье ушел в мир, то все, то как бы родители и вина. Я думаю, что истина где-то посредине. Но Бог четко говорит, обратите внимание, Он здесь четко говорит, внуши своим детям. Внуши, вот пусть они будут пронзены словом полностью, пусть они пропитаны этим словом, другими словами будут. Друзья, это три требования Бога для успеха в христианской семье. Немного, всего лишь три. Друзья, и какой будет результат, если мы следуем Божьей формуле? Смотрите, у тебя будет страх Господень, написано во втором стихе, простите. И страх Господень, это хорошее дело, потому что это результат следования закону Божию. «Твои дни продлятся на земле», написано, это результат этого следования рецепту успеха. И все у тебя будет хорошо. Даже сейчас я, «it will go well with you» по-английски написано, да? В русском переводе будет написано, чтобы тебе хорошо было. Не написано конкретно, что у тебя будет все, не написано, что ты будешь иметь самую лучшую машину, там, «Мерседес» или какие там самые лучшие машины сейчас. Не написано, что у тебя самый большой дом будет или самый красивый дом во всем штате у тебя будет. Не написано. Написано, что у тебя будет хорошо просто. Тебе будет хорошо, если ты будешь следовать. Вот он результат. Друзья, я не собираюсь проповедовать Евангелие благополучия, о котором я упоминал в начале, но мы можем посмотреть на Псалом 36-25, если можно высветить. Псаломопевец говорит, «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Тебе будет достаточно. Праведник, если ты праведник. Я не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Какой еще результат может быть? твои потом, твое потомство умножится. Всем приятно видеть, когда наше потомство у нас есть в продолжении рода и оно умножается, да, друзья? И самое главное это то, что наша семья будет спасена. Друзья, я уже заканчиваю. Я что хочу сказать, что самый приятный результат, это если мы увидим, что наши дети и наши внуки наследуют самую лучшую обетованную землю. Не ту землю, которую обещал Бог Аврааму, и не ту землю, в которую Моисей вводил народ. И не Америку, как землю обетованную, да, а вот ту землю обетованную. Это будет самой лучшей наградой, когда мы увидим наше наследие, когда мы увидим наши дети идут по этому пути в эту землю обетованную благодаря тому, что мы следуем Слову Божию, живем Богом, любим Его, внушаем это своим детям. И Господь сделает свою работу. Господь пострадал на кресте, Господь отдал своего Сына, потому что, он говорит, ты своими усилиями ты можешь делать, ты должен делать, но этого недостаточно, для спасения, спасения по благодати, и для этого Он послал своего Сына, чтобы Он умер на кресте. И Сын приводит нас в Царство Небесное, Сын приводит нас в землю обетованную, в ту небесную обетованную землю, лучше которой ничего не может быть. Пусть Господь нас благословит это выполнять в нашей жизни. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова